Здравствуйте, новости Дагестана на телеканале ННТ. С вами Махач Курбанов и коротко о главном. Доступность городского транспорта актуальная проблема для нашей столицы. В последние годы дешево и быстро добираться можно было на автобусе Метаним, но сегодня они в очередной раз не вышли на городские маршруты. В чем причина, узнавали мои коллеги. Сепараторный поселок Махачкалу украсил новый современный парк. Благоустроенную территорию заполнили сотни людей, пришедших на открытие сквера шахидов. Подробнее в нашем сюжете. Новый учебный год в новом формате. Качественное онлайн-обучение, преодолевающее любые дистанции, какое у него будущее и каким опытом обогатился этот формат за время пандемии. Расскажем сегодня подробнее. В отношении бывшего мэра из Бирбаша возбуждено уголовное дело. Абдул Меджида Сулейманова подозревает в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он в 2017 году передал три земельных участка площадью 450 квадратных метров каждый в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства. Но люди, получившие их в очереди, на бесплатное получение участка не стояли. А в одном случае очередность была нарушена. Городу был причинен ущерб на сумму более 420 тысяч рублей, полагает следствие. Напомним, что и в прошлом году Абдул Меджида Сулейманова обвинили в незаконной передаче муниципальной квартиры местной жительницы. Приговор по этому делу еще не вынесен. В Акушинском районе на 18-м километре республиканской автодороги Леваши-Акуша сошел оползень. В настоящее время осыпные процессы продолжаются. Проезд для всех видов транспорта в данный момент открыт. Кроме того, имеется объездная дорога. Угрозы населенным пунктам нет. Вдоль дороги находятся магазин и АЗС с тремя бензиновыми и двумя газовыми резервуарами, которые постепенно накрывают оползневой массой. Для оценки обстановки от Главного управления МЧС России по Дагестану выехала оперативная группа. Пограничники в Дагестане пресекли два канала перевозки незаконно добытой рыбы осетровых видов. В результате в районе поселка Старотеречный и Новотеречный Кизлярского района задержаны браконьеры. Стоять! Стоять! Обнаруженный товар изъят и передан на ответственное хранение в одной из рыбоперерабатывающих предприятий республики. Проводится разбирательство и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пресечена незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. На побережье Каспийского моря задержаны две группы лиц, осуществляющих браконьерский промысел рыбосетровых видов. Всего обнаружено изъято 90 особей незаконно добытого русского осетра. Общий вес составил свыше 300 килограммов. По предварительной оценке, ущерб от противоправной деятельности составляет порядка 12,5 миллионов рублей. Урезали зарплату и повысили план. Так называемые народные автобусы «Метаны» сегодня не выехали на городские дороги. Все дело в том, что водителям пассажирского транспорта запретили выходить на работу под предлогом отсутствия страховок. Какие проблемы сейчас одолевают водители в реальности, выслушал Курбан Рагимов. В свой рабочий день водители «Метанов» начали с акции протеста. Шоферы недовольны резким повышением суммы, которую они должны собирать в течение дня. По их словам, ежедневно выполнять план, привозя 6500 рублей, невозможно. Кроме того, водителям урезали заработную плату. Сегодня он нас преднамерно не выписал на линию. Якобы нету страховых полисов. А страховые полисы уже три месяца как посроченные. 6500 рублей собрать на этом автобусе по городу Махачкала вообще нереально. Потому что кроме нас там работают и «Нексы», и «Частники», и «Троллейбусы», и «Ленинкенские автобусы». На каждой остановке будут конкуренты. В ходе нашей беседы с руководством мы никак не достигаем компромисса, диалога. Пока водители и автопарк не могут найти компромисс, страдают простые люди. Отсутствие метанов на дорогах ударит по карману горожан. Этот вид транспорта соединяет Махачкалу с Каспийском и пригородными поселками. Стоимость проезда всего лишь 15 рублей. Автобусы удобные и всегда были востребованы. В день они перевозят порядка 15 тысяч пассажиров. Основным бывает большинство родителей с детьми. Мы за это даже не спрашиваем, почему дети не платят. Молча мать платит за себя. И инвалидят. И инвалиды, а великая общественная война, это ясно, это единицы остались. Мы на них, когда удостоверение они покажут, мы даже на это не смотрим. И бывают некоторые, пенсионные удостоверенные показывают и уходят тоже. И на это тоже внимания не обращаем. Кто отдал, сегодня 10 отдал, завтра 11 отдал. Бывает 6 рублей дают, тоже уходят люди. Бывает, которые вообще не дают, тоже уходят люди. Со слов водителей, автопарк находится под угрозой ликвидации. Из 60 автобусов работают только 20. Уже несколько лет у организации имеется крупная финансовая задолженность. Предыдущее и нынешнее руководство добиваются признания предприятия банкротом. Мнение коллектива, получается, это предприятие хотят закрыть. Ликвидировать. Ликвидировать. Почему здесь получается 10 вектаров земля, какое-то имущество принадлежит. Получается, через арбитражный суд предприятие признано банкротом. И будет продажа через аукцион. А как через аукцион продаются, всем все понятно. Получается, она оценивается 100 рублей, а за углом дают 900 рублей. И мимо налога, мимо государственной казны вот так все уходит. Рассказать о проблеме публично, это на сегодня единственный выход для сотрудников. Водители признаются, терпят уже долго. И в случае, если проблема не решится в ближайшее время, они планируют выйти на площадь, чтобы отстаивать свои права. По этому поводу мы раньше обращались к президенту Российской Федерации, к генеральной прокуратуре Российской Федерации, Васильеву, нашему республиканскому прокуратуре, трудовой инспекции. Все считают, что мы правы, однако решительных мер никто не принимает. Десять лет работал в Москве на автобусе. Я такого еще не видел. Интереса нету никакого правительству. Никакого интереса нету. Весь автобусный город стоит здесь. Люди не знают, как уехать, как ехать на работу, в школу, учиться туда-сюда. И никакого интереса нету. Они стоят сейчас на остановках, стоят люди. Почему не пришли сюда, не узнавали, почему они стоят, почему они не выехали. Им никакого интереса нету здесь. Интерес был бы, они пришли бы сюда. Вот что я хочу сказать. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Сепараторный поселок Махачкалы украсил новый парк, открытие которого без преувеличения ждали все. На торжественную церемонию пришли сотни людей, взрослые и дети. Они уже успели покататься на качелях и позаниматься спортом. Облагороженную территорию, где раньше стояло здание, сгоревшее в 2003 году школы-интерната, назвали сквером шахидов в честь погибших детей. А также в памяти о дагестанцах, отдавших в своей жизни ради благополучия родного края. На открытии сквера был и наш корреспондент Хамзан Нурмагомедов. Моя мечта сбылась. Долго ждала этого дня. Отлично, поаплодируйте друг другу. Это мама одного из тех ребят, которые 17 лет назад в школе-интернате оказались в огненной ловушке. К сожалению, ее 10-летний ребенок в ту трагическую ночь не смог спастись. В память о нем и всех тех, кто покинул этот мир при пожаре, на месте трагедии муфтия Дагестана обустроил сквер шахидов. Позвольте поприветствовать всех собравшихся в этот значимый для всех нас день от имени муфтии республики Дагестан, шейх Ахмад Афанди Абдулаева и всех сотрудников муфтията. И сегодня мы с радостью можем сказать, что готовы к открытию этого сквера. Те, кто тогда, будучи совсем юными, учился в интернате, сегодня, повзрослев, вспоминают ужасные события той ночи и ушедших в мир иной одноклассников. Однако они радуются, что имена погибших не забыты, и территория, где развернулась трагедия, стала памятным местом и не осталась заброшенной. Здесь не построили многоэтажные живые здания и коммерческие объекты, а возвели уютный парк, который будет теперь напоминанием о трагедии и символом надежды на будущее. И вот теперь мы все собрались здесь, чтобы открыть этот прекрасный парк в памяти нашей погибшей обратил. Мы очень переживали за это место, нам было очень больно и грустно. Сегодня такой знаменательный день, мы очень рады, что здесь обустроили сквер. На открытие сквера пришли сотни людей, взрослые дети, на лицах у собравшихся искренние улыбки. Теперь здесь можно покататься на качелях, позаниматься спортом и просто спокойно провести время с семьей. Очень давно ждали этот парк, это единственное место в этом районе, где можно с детьми погулять. Очень рады, почти весь видеть, весь район вышел на улицу. Рады, что построили его, что еще сказать. Спасибо всем, кто принимал участие. Работа огромная, я надеюсь, все сохранится и все будет процветать, все лучше и лучше здесь. Здесь будет приятно, будет отдыхать нам, жителям. Хотел пожелать нашему миру, чтобы таких скверов здесь, таких парков, чтобы через хотя бы 2-3 квартала было. Это такие красивые места. Я больше нигде не видел, начиная с центра города до конца города. Нету больше таких мест. Благоустроить территорию удалось в первую очередь при помощи волонтеров, общественников и меценатов. Им вручили заслуженные благодарственные письма и памятные подарки. Мэр Махачкалы, который поддержал идею и содействовал в реализации проекта обустройства сквера, обратился к горожанам на торжественном открытии. Еще недавно мы не могли представить себе, что махачкалинцы могут спокойно гулять в парках. А сегодня мы открываем новое общественное пространство. Те места, где можно дополнительно гулять, нам уже не хватает места, где проводить достойно досуг. И в этой части это, конечно, незаменимо. Не просто создавалось это место. И я благодарен. И Муфтеатр Республик, лично Ахмад Хаджи Афандей. В этот поистине праздничный день для жителей столицы. Здесь звучали строки из Корана, стихи и нашиды. А детишкам устроили развлекательное представление. Аниматоры, игры и конкурсы порадовали малышей, пришедших на организованный для них праздник. Ребята, давайте мы познакомимся и поздороваемся. Ребятам из малообеспеченных семей, которые в этом году намерены отправиться в школу, благотворительный фонд Инсан также подарил портфели со школьными принадлежностями. В новом парке посажено более 50 деревьев в честь погибших религиозных, государственных и общественных деятелей, журналистов, словом и делом отстаивавших идеалы добра и справедливости и не поступившихся своими принципами. Также более 30 кипарисов высажены в память о детях, чьей жизни отнял тот злополучный пожар. Как отмечают организаторы, работа по обустройству парка будет продолжаться. А это место станет новой зеленой точкой на карте Махачкалы, куда люди будут стремиться прийти, чтобы отдохнуть и вспомнить тех, благодаря кому сохранялись мир и благополучие в республике. В школах всей страны сегодня прозвучал первый звонок в новом учебном году. Школьный порог переступили 427 тысяч дагестанских учеников. Впервые сели за партой 55 тысяч первоклассников. Новый учебный год встретил у ребят в новом формате, без праздничной линейки. Однако в некоторых образовательных учреждениях праздник знаний все-таки состоялся. Но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Сегодня в Дагестане свои двери также открыли 7 новых школ. В школе номер 26 Махачкалы 1 сентября открыли блок-пристройку на 604 ученических места. В открытии принял участие глава Дагестана Владимир Васильев. Он осмотрел новые классы, спортзал площадью 402 квадратных метра, актовый зал на 650 мест, пищеблок и медицинский блок, который состоит из четырех оборудованных кабинетов. Появление нового корпуса позволит перевести в односменный режим школьников, обучавшихся в три смены. По итогам осмотра глава республики напомнил, что в регионе за последние три года существенно увеличилось финансирование сферы образования. У нас существенно увеличилось финансирование образования за последние три года. Я думаю, это видно и по школам, и по таким вопросам, как мы второй год выдаем по миллиону педагогам, которые выражают желания и которые отличились в учебнике. Это не просто поощрение. Закупаются автобусы. Мы, по сути, заменили. У нас уже нет автобусов старше 10 лет. То, чего потом так было опасно и правда. Их нет уже, просто мы их заменили. И очень приятно, что мы это делаем в значительной части за свой счет. Хотя процент такой, приблизительно 70% дает федерация. Так, то есть около 30 делаем, закупаем. До конца года, по словам Васильева, в регионе откроют еще 18 школ и 26 детских садиков. В рамках мероприятия глава региона также обратился к дагестанцам в связи с текущей ситуацией по коронавирусам. По его словам, расслабляться рано. Мошение масок стоит продолжить, соблюдая личную гигиену. Также он рекомендовал воздержаться от появления в местах массового скопления людей без крайней необходимости. Сейчас еще не та остановка. Вот я буквально сейчас разговаривал с главой района. Значит, только что прошли свадьбы и пошли люди болеть, ложиться в больницу. Прошло соболезнование в другом районе и опять ложимся в больницу. Простые вещи. Помогите руки, одеть маску. Надо делать. И, конечно, вы сейчас через детей уже можете воспитывать взрослых. Потому что мы видим в городе. Никто, кроме полиции, практически, может быть, редких, увидишь горожан в маске. Хотя, это что нужно соблюдать. Мы недавно на штабе говорили о чем? О том, чтобы не усиливать режим. Несмотря на то, что пошла вверх. Вот я каждый день слушаю Роспотребнадзор. У нас каждый день идет в среднем по республике рост. Рост по пневмонии. А сейчас скоро пойдут ОРВИ и гриппы. Мы это знаем. Дистанционное обучение. Для кого-то благо и современный образовательный формат. А для других ломка традиции. Пандемия уравняла сторонников и противников такой практики. Ибо не оставила никакого выбора и вынужденно усадила по разные стороны мониторов сторонников и противников такой очно-заочной формы обучения. Каким новым опытом обогатился онлайн-формат за время пандемической практики? И каковы перспективы развития этой формы обучения? Узнавали наши корреспонденты. Новые карантинные меры и дистанционное обучение в школах в конце сентября. Правдивы ли эти настойчивые слухи? Подобные домыслы распространяются в последнее время в интернет-пространстве. Будто бы грядет вторая волна заболеваемости, которая вновь переведет школы на дистанционку. Опасения есть до сих пор, что может быть закроют, опять будет дистанционно. Это волнует, конечно, очень тяжело. Школа вообще онлайн будет или пойдут? У меня первый класс, внук. Так что я даже не знаю, пойдет он в школу, не пойдет. Я не хочу в школу. Ну, здрасте. Почему? Нет, нет. Дома лучше. Ты хочешь на онлайн-обучение? Всегда. Есть риск? Ну, а что тебе вообще делать? Другого выхода нет. Нету, нету, да. Официально никто ничего не объявлял. А так, я думаю, учитывая, что больных сейчас каждый днем становится больше, и в центральной больнице, и в первой городской больнице уже новые отделения открывают. Родители, которые оказались между слухами и реальностью, как между молотом и наковальной, уже не верят никому и на всякий случай готовятся к новой дистанционке. Как говорится, готовы учиться по стареньке, до первого чиха, а потом, может, и снова по домам. Судя по динамике прироста больных COVID-19, статистика только подливает масло в огонь сомнений. Кроме того, помимо коронавирусной угрозы, предрекают еще и приход новых штаммов гриппа. А вот статистика опроса, проведенного популярным дагестанским еженедельником. Цифры говорят о том, как люди представляют себе планы на осень в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, какие меры следовало бы предпринять при неблагоприятном сценарии развития событий. Так вот, большинство из голосовавших за закрытие школ, переходное дистанционное обучение и соблюдение строгого режима. А 78% и вовсе предрекают, что новой волны дистанционки не миновать. Сразу после начала пандемии случился тотальный переход на онлайн-обучение. Многие из родителей не были к такому готовы, так как понятия не имели, что это и как справиться самостоятельно с таким объемом задач. Во время карантина общеобразовательная школа Дом Знаний успела применить свой наработанный опыт дистанционного обучения с 20 тысячами ребят, причем бесплатно. Из-за непонимания в классических школах процесса дистанционного обучения столкнулись люди с тем, что образование проходило, грубо говоря, в мессенджерах. В этой связи наша школа Дом Знаний, приняв к себе около 21 тысячи учеников со всего Дагестана, показали процесс, как он в принципе должен происходить. Здесь, в онлайн-школе Дом Знаний, ученики могут присутствовать на уроках в режиме реального времени, не выходя из дома, находясь на связи с квалифицированными педагогами. Большим преимуществом такого обучения является то, что родителям не нужно обучать детей собственными силами или нанимать репетиторов, которые не всегда обходятся дешево, и результативность их тоже подчас спорна. Определяется как раз-таки траектория развития, психолог проводит собеседование с ребенком, и, естественно, каждую четверть получают родители отчет от психолога, от педагогов, где рассказывается о том, насколько эффективно он освоил программу за текущий период времени, и на что следует обратить внимание, то есть рекомендации со стороны наших специалистов. По мнению специалистов, онлайн-школа важной составляющей в работе с ребенком является грамотная психологическая работа. Такой подход может вовлечь в обучение даже не очень мотивированных детей. Уделяется тотальное внимание ребенку. И в этот момент не только ребенок, в зависимости от того, что человек тоже чувствует, я нужен, я есть, и мне уделяется это внимание. Когда педагог вот это время уделяет именно этому ребенку, ребенок растет в это время, потому что ребенок может развиваться только в атмосфере доброжелательности, любви, и получает такое качественное внимание, чего часто в обычной школе он бывает лишен. Для знакомства со своими методиками онлайн-школа «Дом знаний» предлагают поучаствовать в бесплатном недельном курсе обучения с лучшими педагогами, причем по всем предметам. После чего по запросам учеников составляется индивидуальная программа, и начинается комплексное обучение. Еще одним преимуществом такого формата является то, что дети имеют возможность правильно организовать свое время и освобождать вечера для прогулок или дополнительных занятий по интересам. Любой зарегистрированный пользователь неделю получает бесплатное обучение согласно той системе регистрации, которую он захочет. Либо это по предметам обучения, либо обучение без зачисления, когда ребенок может совмещать обучение в классической школе и у нас, используя нашу платформу для того, чтобы улучшить свои знания, или же полное зачисление с передачи документов, собственно говоря, в наше видение. Алина Багилова, Муса Салгиреев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. В Ботлихском районе прошли четвертые летние андийские игры в памяти общественного деятеля Минсената Магомеда Газиева. В рамках мероприятия были проведены четыре турнира по вольной борьбе, по грэплингу, по футболу и по подтягиванию на перекладине. На игры были приглашены представители всех сел андийского округа. Количество участников превысило 300 человек. По мнению главы района, спорт воспитывает сильный дух и характер, популяризирует здоровый образ жизни и очень привлекает подрастающее поколение. Данные мероприятия имеют особое значение, особенно в нашем округе, в андийском округе, потому что они способствуют объединению, сплочению нашего народа. Спасибо организаторам мероприятия за такую прекрасную организацию и вообще за мысль проводить летние андийские игры. И хочу сказать, что они традиционно проходят на прекрасном уровне и состав участников с каждым годом только расширяется. Студентка Московского государственного университета, уроженка Дагестана, инвалид первой группы по зрению, Саида Гаджиева, совершила восхождение на гору Шалбуздак. В экспедиции также приняли участие спасатели МЧС, профессиональные альпинисты. Восхождение было организовано торговым домом Киргуи, приурочено к 25-летию компании. Одной из задач акции была демонстрация безграничных возможностей людей с инвалидностью. Было трудно, дорога была сложной, но все же удалось с ней справиться. Могу сказать, что восхождение изменило меня как человека, обострило чувство веры во Всевышнего, придало сил и энергии для достижения новых целей, сказал Гаджиева. Как призналась Саида Гаджиева, в следующем году в ее планах покорение горы Ильбрус. И на этом все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, смотрите наши новости. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова